Все-таки Вин Чун работает в реальных боях без правил. И это доказала живая легенда UFC, о мастерстве которого мы поговорим и постараемся выяснить этот вопрос. Привет, белокрылые жеребцы! С вами проект Муэйтай Сикея, я Варченко Виталий. А в этом видео мы поговорим про Андерсона Сильву, одного из величайших бойцов ММА. А точнее про то, как он использует Вин Чун кунг-фу в своих боях. Это видео мне прислал Алифа Тусинов с просьбой сделать обзор на реального бойца, одного из лучших, который с помощью Вин Чун разрывал всех в UFC. Мне самому стало интересно, может ли такое вообще быть? Вы наверняка видели не одно видео, где бойцы Вин Чун отгребают по полной от различных бойцов прикладных стилей, а их реальные бои больше похожи на бой пятиклассников. Если вы забыли, то можете посмотреть на эти бои в подсказках или в описании под видео. Но под такими роликами некоторые ребята пишут, что это не настоящие бойцы Вин Чун, а какие-то недоделанные ученики. А настоящим мастерам не нужно показывать свое мастерство для всех. В общем-то, так пишут под всеми видео про мастеров кунг-фу, которые выгребают от бойцов быстро и ярко. Не знаю, откуда у мастеров кунг-фу этот ореол неприкасаемости и секретности своего мастерства. Например, мастера бокса, муай-тай, ММА готовы показывать свои навыки всем и делают это регулярно на спаррингах и в боях, не отмазываясь, что они настолько крутые, что могут всех убить. Хотя они могут. А просто дерутся и доказывают это на деле. Но мы вернемся к Андерсону Сильве по прозвищу Паук. А если кто-то не знает, кто это, то я скажу пару слов, чтобы мы понимали, что это не очередной недоделанный ученик, а реальная легенда ММА. Андерсон да Силва родился 14 апреля 1975 года в Сан-Паулу. Бразильский боец смешанных единоборств. С 14 октября 2006 года по 6 июля 2013 был чемпионом крупнейшей ММА-организации в мире UFC в среднем весе. Провел 10 успешных защит титула, а также имеет в этой организации череду из 17 побед подряд, что также является рекордным показателем. За свои выступления в UFC он сумел заработать 12 наград-бонусов за лучший нокаут, болевой, удушающий и бой на турнире. Считается ММА-сообществом одним из величайших бойцов в истории спорта. Президент UFC Дэйна Уайт называет Силву величайшим бойцом за всю историю единоборств в целом. Теперь, когда мы вспомнили, почему он считается легендарным бойцом, давайте обратимся в Википедию и посмотрим, как ему в этом помог Винчун. Свой путь в единоборствах Силва начал с Тхэквондо, когда ему было 14 лет. Уже к 18 годам паук получает черный пояс. После чего он переходит в Муай-тай, где успешно выступает и организовывает свою команду Муай-тай Dream Team. Параллельно он занимается джиу-джитсу, по которому получает черный пояс в 2006 году от Антонио Родриго Ногейра. После чего совместно с тем же Ногейрой открывает свою академию ММА Ким Ногейра ММА Academy в Майами, штат Флорида. Вот какой фокус получается. Лучший боец, которого все современные кунг-фуисты Винчун ставят в пример как последователя их стиля, который всех выносит, оказывается бойцом Муай-тай и бразильского джиу-джитсу, который в детстве занимался Тхэквондо, но ни слова в его биографии про Винчун нет. Винчуном он начал заниматься уже в позднем возрасте, когда точно неизвестно. Но первые бои, в которых он начал показывать приемы кунг-фу, он провел в 2012 году. На то время ему было уже 37 лет. Почему так получилось, можно долго рассуждать. Или Сильва на закате карьеры решил познать секреты кунг-фу, чтобы всех разрывать непривычной реакцией и физикой, а прикосновениями липких рук бешеного аллигатора. Или он только через 20 лет постижения Тайн Винчун смог его использовать в реальном бою. Кстати, что ты думаешь на эту тему? Но думаю нужно сказать, что с 2013 по 2019 год Паук провел 8 боев и выиграл только один. Хотя до этого у него было 17 побед подряд. Что на это повлияло, возраст или попытки драться как мастер кунг-фу, оставлю на ваше рассуждение. Немного отойду от темы Сильвы и расскажу вам одну жизненную историю. Я знаю немало хороших бойцов, которые в возрасте уходили в восточное единоборство и кунг-фу. Частично на это влиял возраст, в котором боец понимал, что рубиться с молодежью уже не может и не хочет. А хочется продолжать тренировки, но более спокойные, для здоровья. Одним словом, наблюдать как бежит звездный ручей, с которого пьют золоторогие лани, лучше и проще, чем лупить 12 раундов рваные мешки в пропакшем потом зале. Я слышал историю от знакомых бойцов, как один бывший мастер спорта международного класса по боксу, уже будучи в возрасте за 30, пошел заниматься в венчун и, поработав с мастером пару месяцев, стал для них чуть ли не лучшим бойцом. Да-да, не за годы тренировок в храме, а за пару месяцев. Почему? Потому что на тренировочных боях он пробивал фанеру так, что люди падали на пол и извергали из себя новогоднее оливье. Конечно, когда такого бойца выставляют на бои в спаррингах различных стилей, он может просто нокаутировать всех, а потом рассказывать, что венчун – это сила. Жду вас, ученики. Я смотрю, что Брюс Ли говорила, смотрю фильмы Брюс Ли, смотрю технику Брюс Ли. В同時, я изменю мои технику, чтобы быть символом Брюс Ли. Что же получилось и с Андерсоном Сильвой? Боец всю жизнь прозанимался муай-тай и бразильским джиу-джитсу, а на старости решил попробовать что-то новое. Но, имея серьезную базу, также отлично дрался. Но теперь все увидели в нем последователя венчу. Я хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Я не против кунг-фу и венчун в целом. Я даже верю, что где-то есть реальные мастера, которые живут в храмах и деревнях, тренируются по 10 часов в день и достигают хороших результатов. Я за то, чтобы все называть своими именами. Не нужно говорить, что если ты делаешь формы венчун в качестве зарядки по утрам, то станешь супер-бойцом с касанием небесной энергии ЦИ и втирать эту дичного испеченным последователям. Нужно сразу говорить, что мы занимаемся гимнастикой для здоровья. Мы делаем липкие руки не для того, чтобы отбивать головы, а просто для того, чтобы делать липкие руки. А если ты позиционируешь себя, как сверхмощный дикий бизон с прикосновением смерти, через ледяное ухо зайца, собирая под этой вывеской учеников, которые платят за обучение, постигая вселенскую нирвану, тогда будь добр доказать в бою, что твое боевое искусство работает. Жду твоих комментов по этому поводу. Подписывайся на канал, жми колокольчик, ставь лайк и делись видео с друзьями, пускай выскажут свое экспертное мнение. А если ты хочешь стать простым рубакой без сказочных выстрелов из глаз, но способностью постоять за себя на улице, забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео. Настойчивости в тренировках. Сегодня мы не увидим мастеров кунг-фу и их друзей, и слава богу, а то пришлось бы вызывать катафалки. Но зато мы увидим реальных пацанов, а вернее сказать бойцов, а еще точнее реальных мастеров. А вот это уже известное на весь мир прикосновение священной ладони дикой ящерицы, от которой боец Муай Тай отлетает на несколько метров. Правда, мы умолчим тот факт, что его два прямых пробивались в стороны. Нам с вами невероятно повезло, что этот бой, который стал в свое время сенсацией, а проходил он в начале 40-х годов, прошлого столетия, сняли на пленку, и мы можем сами его посмотреть и сделать свои выводы. А вот это довольно интересное видео, в котором мастер кунг-фу в желтых шортах, кстати, не дедушка, а молодой атлетичный парень, который, видать, решил постигнуть кунг-фу после пару годков качалки, пришел в зал знаменитых Грейси. Конечно, дедушку жалко, и большой чести в том, чтобы нокаутировать 60-летнего пенсионера нет. Но и вы должны понимать, что Кикару тоже 49, и он не молодой профик. А седоволосый орел в тени дракона сам предложил поломать всех на своем пути. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падах, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. Продолжение следует...